Наталья Лукманова живет в 174-м доме по улице Новосадовая напротив торгового центра. Рассказывает местным жителям, не хватает дополнительного выхода со двора на остановку общественного транспорта. Сейчас самый короткий путь пролегает через автомобильный проезд в арке. Тротуара в этом месте нет. Вот наша эстакада, вот эти дома 174, 176, 178 и 22, проще 182. Вот идет действующий тротуар вокруг, вот проблемный участок. Глава промышленного района Данил Морозов рассказал, что во время встречи обсудил с жителями микрорайона схему организации безопасного движения. Нужно обустроить лестничный марш и тротуар рядом с выездом, минуя арку. Сейчас районные власти совместно с Министерством транспорта ищут оптимальные варианты решения проблемы. Есть два варианта. Либо здесь добавить такой тесточек небольшой, с выходом на уже существующий тротуар, либо построить новую лесенку, сразу вот сюда напрямую. Вот мы сейчас с Иваном Ивановичем ведем переговоры, чтобы нам объединить усилия, и либо в таком варианте, либо в таком построить выход сюда, на существующий номер. Глава Самары Елена Лапушкина заявила, что совместно с Министерством транспорта необходимо тщательно продумать дальнейшую реализацию этого проекта. Еще одна проблема 174-го дома по Новосадовой – подтопление подвала. Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Александр Андреянов пояснил, что, по информации ресурсоснабжающей организации, утечка произошла на одну из труб диаметром 150 или 900 миллиметров. И 5 февраля ресурсоснабжающая организация планирует отключить воду, чтобы понять, какая труба дала течь. По поводу ХВС Александр Вячеславович, надо максимально убыстрить не до 5-го числа, а пораньше, чтобы они отключали, хотя бы в этом убедиться. Еще одной темой обсуждения стал вопрос об уборке снега с пешеходной зоны по улице 22-го портсъезда в районе школы Эврика. Елена Лапушкина поручила профильному департаменту обеспечить очистку территории и дальнейший более пристальный контроль. Виктория Шарая, Константин Головин, События.